Друзья, приветствую вас. Это YouTube 24 канала. С вами я, Ирина Узлова. А со мной сегодня Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета, а также руководитель Народного Антикризисного Управления Беларуси. Павел, здравствуйте. Рада вас видеть. Приветствую вас. Польский министр заявил о задержании сразу двух граждан Российской Федерации. Их обвиняют в шпионаже. Задержанные по этому делу, двое россиян, распространяли пропагандистские материалы группы «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Заявил об этом глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Мы уже несколько дней видели, как распространяли, клеивали эти листовки с какими-то QR-кодами. Я также напомню, что Польша укрепляет сейчас на фоне рисков со стороны Вагнера активно границу с Беларусью, 10 тысяч военных, специальные подразделения. Помимо этого, премьер-министр Литвы Ингрида Шиманите также сообщила, что они тоже усиливают границу с Беларусью. Латвия также предпринимает меры и усиливает охрану границы с Беларусью. Насколько высок риск провокаций? Что вот эти двое, Путин и Лукашенко, касательно Вагнера, и куда их, в каком формате отправить, разрабатывают сейчас? Как думаете? Я думаю, что Польша отдает себе отчет в росте угроз для национальной безопасности. И для того, чтобы противостоять этому, они значительно усилили охрану государственной границы, направив туда дополнительно и сотрудников органов полиции, также вооруженных сил, до 10 тысяч солдат, военнослужащих отправлено. Планируется создание воинских частей. Туда направлены дополнительные ресурсы в виде вооружения, в том числе «Хаймарс» и танковые подразделения. Опять же, аналогичные действия осуществляет и Литва, и Латвия. Мы слышим, что Литва обращается к бундесферу, чтобы увеличить дополнительно до 4 тысяч количество солдат, которые могли бы взять под охрану границу Литвы. И одновременно мы видим, что режим Лукашенко, так же, как и Путина, они в информационном поле вначале начали нагнетать ситуацию, говоря о том, что Польша получила незаконно часть своих территорий, о том, что вагнеровцы хотят прогуляться в Жешу, в Варшаву. И мы видим конкретное продолжение этих действий. Я бы назвал это уже такая информационно-военная пропагандистская операция. Она связана и с передислокацией сил тех же ЧВК «Вагнер», размещением на территории Беларуси перманентные какие-то учения, проходящие на территории страны. Сегодня опять заявлено о продлении учений на белорусских военных полигонах. Так что здесь есть как наемники «Вагнер», так и регулярные вооруженные силы Беларуси. И мы видим еще один дополнительный элемент – это миграционная война, которую осуществляет Лукашенко с 2021 года, но которая в этом году значительно усилилась. По статистике, которую приводят те же польские пограничники, если за весь прошлый год 16 тысяч было попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси в направлении Польши, то уже за этот период 19 тысяч. Так что можно ожидать где-то двойной рост по итогам года, если это не прекратится, количество нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию Польши. Польша даже была вынуждена на прошлой неделе применить водомет для того, чтобы остановить группу нелегальных мигрантов. Мы слышали с вами, что латвийские пограничники были вынуждены даже открыть стрельбу. Так что сейчас мы видим с вами целенаправленную, расписанную по сценарию спецоперацию информационно-военной силовой составляющей. Для чего? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Хотя прежде всего мы видим, что эти действия направлены на Польшу. И здесь четко прослеживается на сегодняшний момент именно попытка влиять на Польшу и, скажем так, насолить прежде всего полякам. Но это связано с общим отношением как самого Путина, так и Лукашенко к Польше, антипольским настроением, которое они постоянно подпитывают в обществе. Кстати, в качестве дополнительного элемента мы помним, что на протяжении вот этих полутора лет, двух лет уничтожение польских кладбищ на территории Беларуси, наверное, может быть, зрители об этом не знают, это закрытие в том числе польских учреждений, арест польских активистов, Анжи Пачобот является политическим заключенным, одним из самых известных, сокращение возможности изучения польского языка на территории Беларуси. То есть это также специальный антипольский план. Сейчас, кстати, по карте поляка пошли удары, предлагается сотрудникам на предприятиях явиться к сотрудникам КГБ и сдать карту поляка или самим обратиться в отделы КГБ районные. В том случае, если они этого не сделают, то они будут уволены с работы. Вот на прошлой неделе очередное польское кладбище было уничтожено. Так что здесь очень четко прослеживается и реализация плана утвержденного Лукашенко по антипольской кампании. Но тем временем самопровозглашенный незаконный белорусский президент Лукашенко говорит, что пора наладить отношения с Европой, в частности с Польшей. Мы там ответили, Павел, как раз упомянув все то, о чем вы сейчас рассказали в нашем эфире. В частности, в МИД Польши говорит заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский. Если Беларусь хочет иметь хорошее отношение с Польшей, то путь очень прост. Надо остановить атаки, провокации на границе, освободить. Он же и почем, будто и других заключенных, а это более тысячи человек. И вот тогда как-то можно поговорить. Но мне кажется, что Лукашенко это всего не собирается делать. Зачем он это заявляет? Да, посмотрите, Лукашенко в данный момент пытается как бы подложить соломинку. Он понимает, что есть сценарий, который утвержден в Кремле. И, кстати, он под этим сценарием также подписался по дестабилизации ситуации на границе. И оно уже осуществляется. Ведь мы сейчас с вами не говорим об угрозах. Оно реально есть. Штурм границы есть. Есть камни, есть палки, есть попытки сделать дырки в ограждении, как в направлении Польши. Водометы уже есть. Уже и стрельба один раз была пару недель тому назад. То есть он уже это делает. Он подкладывает соломинку на возможную эскалацию этой ситуации. Сказать первое. А я Шмир предлагал. Опять же, мы обладаем информацией. Кстати, это вот вчера также прозвучало из уст премьер-министра Польши Моровецкого. Эта информация нам поступила еще в 2021 году о том, что в Москве тогда был согласован с Лукашенко план возможного вбрасывания на территорию Польши, именно речь шла о Польше, нескольких нелегальных мигрантов, под видом нелегальных мигрантов, но реально боевиков, которые бы использовали бы огнестрельное оружие и открыли бы огонь по белорусским пограничникам. В результате понятно, что возможны жертвы и ответная стрельба со стороны белорусских пограничников. Вот мы с вами получаем локальный конфликт. Самое ужасное, что в этом сценарии, как говорил наш источник, там была даже расписана возможность артиллерийского обстрела территории. То бишь агрессии нет, но локальный конфликт на границе есть. Лукашенко тогда не пошел на это, но по нашим сведениям сейчас в Беларуси также прибыла группа, и на какой-то период уже находится, порядка 60 представителей сил специальных операций, бывших военнослужащих Афганистана. Они отказались сотрудничать с талибами и сейчас находятся на территории Беларуси. И эти люди проходят подготовку на одной из территорий, одной из резиденций Лукашенко в Березинском заповеднике, на Брославщине, прошу прощения, на Брославские озера. У вас есть Межгорье, а там Межозерье, такая местность. И именно там их ведут подготовку. Было несколько недель тому назад замечено передвижение микроавтобусов с темными затемненными стеклами и так далее. Также мы знаем о том, что МВД, специальный департамент ДОРП, это одна из самых крупных подразделений МВД Лукашенко, выдает паспорта граждан Беларуси наемникам Вагнера. То бишь выдается легальный документ, но на другие фамилии. Это означает, что возможен сценарий перехода через границу в легальном порядке, ну если человек получает визу, через погранпереход, и нелегальная возможность перехода. То есть идет две попытки. Для чего? Для того, чтобы опять же создать проблемы на территории приграничных стран, прежде всего Польши. И вот эти расклеивающие листовки лица, это тоже не случайность. Кстати, у нас была информация, надеюсь, что я никого здесь не подставлю, что, как говорится, одному там наваляли белорусские хлопцы, именно в одном из городов Польши. Я думаю, что сделали абсолютно правильно, там трактовка может быть правая разная, но именно удалось нашим активистам его задержать. Так вот, это также специальные действия, и Польша опасается, я думаю, так же, как Литва и Латвия, возможных и террористических актов на территории этих государств. Но для чего вагнеровцы? Ну, они действительно же не пиво попить хотят в Варшаву поехать. Они хотят дестабилизировать ситуацию в обществе. Путин и Лукашенко хотят повлиять на выборы, которые проходят в Польше. Уже начата избирательная кампания, назначена 15 октября. В Латвии, в свою очередь, в августе, вот буквально в ближайшее время, будет формироваться новое правительство по итогам выборов. Всегда, когда происходит переформирование правительства, ну, есть не то, что период безвластия, ну, есть меньший, может быть, контроль над государством, да? То есть, они хотят это использовать в своих интересах для того, чтобы общество, увидев угрозу распространения войны на их территории, сказало, нет-нет-нет, мы не хотим, давайте заканчивать эту войну, давайте будем уговаривать Украину украинцев прекратить воевать против России. Я думаю, что в этом заключается первый замысел. И второй замысел, он параллельно идет, это как можно больше ресурсов и средств, чтобы направила НАТО и приграничные государства на охрану собственных границ. Потому что до этого не было таких угроз, ну, или, по крайней мере, не были настолько существенны. Сейчас мы видим, что Польша направила хаймерсы, артиллерийские установки, танки, она закупает апачи-вертолеты, там, 96 единиц, танков, там, более 100. То есть, это огромный ресурс, который идет на обороноспособность Польши. И это логично, потому что угроза их национальным интересам. То же самое делают Литва и Латвия. Значит, они меньше будут в состоянии помогать Украине. И в этом, я думаю, и есть вся комбинация, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Нехитрый ход можно разгадать, учитывая, насколько вот вы их знаете и мир знает. А нельзя ли закрыть полностью границу? Да, этот сценарий озвучен. И он озвучен уже публично. И мы коммуницировали, в том числе, с официальными представителями и Польши, и Литвы. И он заключается в синхронных действиях трех государств. В том случае, если эскалация будет набирать обороты, если она пойдет в рост, то будет фактически перекрыта торговля. Введено такое техническое эмбарго, я бы сказал, транспортное торговое эмбарго на торговые отношения с Беларусью. Это очень мощный удар, находящийся в плохом состоянии экономики Лукашенко. Это мощный удар, в том числе, с точки зрения отношений Лукашенко с Китаем. Сейчас приезжает, кстати, министр обороны Китая. Может быть, он не ведет эту тематику. Приезжает, кстати, в Минск, в том числе, в Москву. Но в чем здесь ситуация? Ведь мы прекрасно знаем, что шелковый путь идет через Беларусь, железнодорожным транспортом. Если Польша закрывает эти пункты пропуска, значит, ущерб будет нести Китай. Китаю я не думаю, что это нравится. И поэтому эти сигналы, насколько я понимаю, Польша, Литва и Латвия передала в Пекин. И Пекин на это будет реагировать, безусловно. И, может быть, одна из причин, почему Лукашенко в паблик вышел, так давайте я за мир, это связано с Китаем. Но почему это нереалистичный сценарий Лукашенко? На сегодняшний день Лукашенко, посылая сигналы, внешне он не посылает сигнал внутрь. Внутри идут просто жестокие репрессии, они продолжаются. Вот сегодня в Гомеле задержаны активисты. Вчера задержали лидеров профсоюзов, независимых на Нафтане, которые выходили в 2020 году. Судебные приговоры людям, которые сидят в тюрьме, как политические заключенные, добавляют сроки. То есть сама система, она не останавливается. И Лукашенко, скорее всего, ей даже не в состоянии остановить. Потому что остановив эту репрессивную машину, он создает в его понимании риски для дальнейшего правления в стране. И тут и Россия, я не думаю, что будет счастлива от таких действий Лукашенко по поводу «договоримся с Европой». Потому что это не отвечает интересам России. Россия хочет держать Лукашенко на коротком поводке и контролировать полностью ситуацию. Я бы сказал так. Скорее это выглядит сценарий блефа. Он не имеет таких намерений. Он имеет только одно намерение. Отвести внешний удар от себя информационный, обвинив потом в эскалации именно поляков или литовцев, или латышей. В целом коллективный Запад. Тут еще и Америка у него всегда в риторике всплывает, что за этим всем стоят Соединенные Штаты Америки. Я иногда даже говорю, если бы действительно они стояли за этим, мы бы уже давно победили. Но им это выгодно продавать. А как вообще там все продается, если говорить в целом о экономической ситуации внутри Беларуси по состоянию на сейчас, учитывая, что довольно-таки мягок санкционный режим или практически его нет против Беларуси по сравнению с Российской Федерацией. Видим, что у белорусского диктатора, у соседа его все как-то не очень хорошо идет. По крайней мере, курс рубля об этом к доллару демонстрирует нам это. А в Беларуси как? Мы видим, что ситуация с курсом действительно очень плохая. Идет фактически вливание пустых белорусских рублей в экономику Беларуси. Курс рубля ослаб, начиная с начала года, более чем на 17%. Особенно эта динамика негативная наблюдается за последний месяц вплоть до сегодняшнего дня. Это уже где-то, наверное, к 6% только за последний месяц ослабления рубля. Мы понимаем, что доходы не соответствуют расходам. От экспорта не получают дополнительных ресурсов. Идет огромный отток трудовых ресурсов. Прежде всего, в Польшу, в Литву, также в западные страны. Но даже если статистику официально использовать прошлогоднюю, то Евростат давал информацию, что в прошлом году в Польше временный вид на жительство оформило 285 тысяч белорусов. Это огромное, огромное число граждан страны, которые уехали. Поэтому, когда мы даже поднимаем тему часто, кто платит за наемника Вагнера, я считаю, что есть такая формула. Путин не хочет, а Лукашенко не может. Путин не хочет, потому что он вас рассматривает пригожно как предателя. И ему не хочется на это платить. А Лукашенко не может, потому что у него нет просто ресурсов на то, чтобы заплатить такой большой группировки иностранных, ну опять же иностранных, частно иностранных, военнослужащих на территории страны. Поэтому экономическая ситуация ухудшается. Но она, конечно, должна проходить параллельно. Потому что если Россия будет иметь ресурс, она будет постоянно поддерживать Лукашенко. Если же у России будут проблемы с ресурсами, я понимаю, что проблемы также намечаются, то они не в состоянии поддерживать тогда Лукашенко. И тогда, вот когда мы говорим одним из элементов нашей стратегии в целом победы, и Украины, и тут мы вместе по всем позициям, это ослабление экономическое как России, так и режима Лукашенко. Учитывая, что, по всей видимости, нечем платить или действительно не может, не хочет Лукашенко вагнеровцам на днях Института изучения войны писал о том, что часть из них как будто бы передислоцируется и возвращается на территорию Беларуси. Хотя спутниковые снимки, которые мы видели от того же Института изучения войны, тоже показывают обратное, что в поселке Цель их количество увеличивается, автомобили приезжают. Что мы должны понимать о траектории их движения? И все-таки, кто им платит сейчас, кто будет платить после? Что тут происходит? Если верить данным белорусского ГУИНА, а мы доверяем данным белорусского ГУИНА, то сейчас вагнеровцев на территории Беларуси порядка 6,5 тысяч. Иностранные разведки называют различное число, но где там, я думаю, в этих границах необходимо понимать, что они присутствуют. Мы видим один лагерь, это деревня Цель, Осиповический район Могилевской области. Мы видим о том, что какие-то есть телодвижения в Гомельской области возле границы Украины, создание еще одного центра размещения вагнеровцев. Мы видим, что они выходили на Брестский полигон, они направлялись к Сувальдскому коридору. Несколько дней тому назад также была информация, что какая-то группа направлялась в этом направлении. Все, что Лукашенко продает, что типа они обучают белорусских военнослужащих, это легенда. Легендирование, как и у иностранных разведок, и он именно использует это как легенду, пытаясь продать прежде всего белорусскому обществу. Потому что зачем он пригласил вагнеровцев? Да потому что они профессионалы, и они будут учить белорусских военных, как правильно воевать. Значит, это усилит обороноспособность в Беларуси. Лукашенко попал между Молотом и Наковальней. И мы с вами говорили еще буквально пару дней после того, как не удался этот марш Пригожа на Москву, что он хайпанул, он стал калиф на час, да, он выиграл в тот момент тактически, но проиграл стратегически. По крайней мере, выглядит это сегодня так. Не знаем, как завтра будет развивать ситуацию, но сегодня он стратегически проигрывает. Он вышел в информационном поле спасителем России, но вместе с тем подставился под Путина, и поэтому Путин поставил его в, ну, фактически, санобработку на месяц. Он не хотел с ним общаться, встречаться, потом они все-таки встретились в Санкт-Петербурге. Насколько я понимаю, они не решили главные запросы Лукашенко по деньгам, в целом для экономики для Вагнера, поэтому Лукашенко вновь просится на встречу в Россию по нашим сведениям, потому что ему нужны деньги категорически, катастрофически ему нужны ресурсы, иначе экономика может схлопнуться в какой-то момент. И он получил Пригожина в Беларусь. Он продал гарантии, перепродал гарантии Путина, на что не имел финансовой поддержки, да, и сейчас Путин, как я говорю, не хочет платить, Лукашенко не может. Вагнеровцы на территории Беларуси, и это угроза уже для общества, и это угроза для самого Лукашенко потенциальная. И когда, например, идет информация, что наемники Вагнера, он платит там 2800 рублей, ну это сколько, 800-850 долларов, ну я не думаю, что это те деньги, за которые наемники Вагнера готовы жить в деревянных палаточных лагерях, ну и ладно, еще пока тепло, а когда начнутся дожди, для чего, зачем, за 800 долларов в месяц, что они, денег накопят, семью смогут содержать, семьи содержать там на территории России или где они проживают, нет, поэтому ситуация сейчас такая очень сложная для Лукашенко, и он рвется в Россию, чтобы у Путина получить согласие на финансирование, а готов ли Путин принять наемника Вагнера в Россию опять, вот давайте ответим на этот вопрос, ну пока не складывается так ситуация, правда же? Да-да-да, вот мне тоже не кажется, что радушный прием отправить всех в Африку не получится. Радушный прием вряд ли он им организует, учитывая, что они не очень-то хотели ему устраивать подобный, когда шли на Москву, и так возникает вопрос, когда они будут неудовлетворены вот этими копейками, когда они поймут, что их ни тут не рады, ни там не рады, всем действительно, там уже и восстание в Нигерии, вроде они говорят, что готовы на какие-то переговоры, и там им не будут рады, а что же они тогда могут делать, эти наемники? Куда пойти? Я думаю, что здесь может быть несколько сценариев, но давайте попробуем поспекулировать, но один из сценариев выборы в России, и Пригожин на сегодняшний день тот человек, который популярен в России, правда же? Да-да. Если он каким-то образом попытается принять участие непосредственно или косвенно в избирательной кампании, он может получить определенные результаты, и это может составить критично для самого Путина. Если мы говорим о том, что Пригожин заявил, я хочу создать в Беларуси вторую армию в мире, все они любят называться армиями мира, номер два какими-то, то тогда это риски для Лукашенко. Для меня это, конечно, ужасно говорить, как для белоруса, как для белорусского политика, но вдруг он захочет в какой-то момент создать Могилевскую народную республику, или Гомельскую народную республику. Ведь такой сценарий тоже нельзя исключать, и он там добавит еще своих резервов в этой истории. В какой-то момент он может иметь амбиции и вообще покуситься на место, на котором сидит Лукашенко, и попытаться стать правителем в Беларуси. Еще раз говорю, для меня, как для белоруса, это ужасный сценарий, но понимая, что сейчас идет фактически такая борьба между, в рамках организованной преступной группой, и не забывая, что Пригожин бывший заключенный, зэк, а Лукашенко бывший надзиратель в Шкловской тюрьме, ну вот и взаимоотношения у нас получаются с зэкой и надзирателем. Не думаю, что там вообще дружба есть. Хоть идет информация, что они коммуницируют там регулярно, от случая к случаю, но это регулярный характер имеет быть, но там тоже, думаю, доверия особого друг другу нет. В общем, ничего неудивительного мало для вот таких вот элементов, которые стоят один пока что думает, что стоит во главе государства, думаю, недолго этот час, а второй во главе вот такой незаконной военной лавочки. Вероятность наступления наемника Вагнера с территории Беларуси на Киев существует, однако на данный момент угроз нет. Мониторит наша разведка, мы предпринимаем тоже меры, об этом говорит наш командующий объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев. А вы думаете, еще возможно такая опция в принципе? Я думаю, мало реально на сегодняшний день, хотя, если полтора года белорусских военнослужащих муштруют, их действительно муштровать, там есть тоже настроение не очень радужное, они же с полигонов не вылазят, они перманентно находятся на учении, все рода войск проходят учения, слаживания, проверка боевой готовности и так далее. То есть, не думаю, что военные шли в армию во многом для того, чтобы как-то спокойно жить в воинских частях, лучше, конечно, в городах где-нибудь и особо ничем не заниматься, а тут их начали муштровать каждого дня. Поэтому здесь ситуация тоже не самая лучшая, но есть силы специальных операций и опять же вооруженные силы Беларуси, прошедшие подготовку, они улучшили свой потенциал, но у них нет боевого опыта, это понятно. Силы специальной операции проходят промывание мозгов, и они, конечно, это та боевая часть, которая теоретически могла бы совместно с Вагнером подключиться к действиям против Украины, но мы должны также понимать, что Лукашенко все равно не хочет этого сделать, не потому, что он любит Украину или украинцев, а потому, что он понимает, что это триггер дополнительный внутри общества, потому, что по всем социологическим опросам 90 или 85 процентов, это где-то 4 социологические службы, которые дают нам информацию, беларусы не хотят никакого участия в войне против Украины, соответственно, это в какой-то степени переносится на армию, но общество-то против. Опять же, была информация, что у Путина спросили пару недель назад, или сколько он встречался, помните, с этими военкорами своими. Это не было в паблике, но у него спросили, а почему Лукашенко не вступает в войну, Беларусь, ну, в данном случае ставим разнокравенство Лукашенко. Путин на это ответил, а зачем? И действительно, зачем? Потому что в этой истории получается, что проблемы могут возникнуть и в Беларуси для Путина. Как он будет их локализовывать? Состояние ли он сейчас получить эти проблемы и их решить? Опять же, Беларусь, он рассматривает как военно-промышленный комплекс, который работает на войну по производству вооружений, по поставке, не знаю, от продуктов питания, консервов, амбундирования до вооружения. То есть, он оттуда получает тот ресурс, который он не может получить с других стран. Союзников-то у него сейчас не так-то много. Вот, я думаю, два фактора, которые влияют в том числе на то, что и Путин не особо-то толкает Лукашенко для вступления в войну. Самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что Беларуси в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса, несмотря на уголовную ответственность, даже за это, потому что он планировал, планирует и будет заниматься, называет он это все оздоровлением. Вот как-то мы с вами, наверное, ошибаемся. Вот видите, они просто хотят оздоровить наших детей, поэтому вывозят их в Беларусь. Мы с вами ранее говорили о том, что уже вы работаете над аргумендационной базой для иска Международный уголовный суд. Около трех тысяч наших детей наших вывезенных за предыдущими подсчетами было на территории Беларуси. Какова эта цифра сейчас и как продвигается вот это приближение уголовной ответственности за оздоровителю Лукашенко? Вы поднимаете очень важный болезненный вопрос. И здесь, я думаю, что тоже нас смотрят и белорусы, и в Беларуси. И они должны понять следующее. Лукашенко рассказывает только половину части того, что он обязан рассказать. Первую часть он не рассказывает, кто начал войну. Войну начала Россия. Пошла с агрессией при поддержке Лукашенко. С территории Беларуси пошли войска. Обстрелы территории Украины. Почему появляются дети-сироты? Почему происходит ситуация, что им надо кого-то оздоровлять? Потому что они начали эту агрессию. И белорусы должны это знать. Это первичная ситуация. Второе. Есть Женевские конвенции 1949 года, которые подписали порядка 200 стран в мире. В том числе и Беларусь, в которых очень четко прописано отношение, каким образом нужно действовать с особо защищенной категорией лиц во время войны, которыми являются дети от 6 до 15 лет. И им нельзя менять гражданство. И то, что Лукашенко пытается пропагандист сказать, что они не граждане Украины, это незаконно. Это уже нарушает норму международного права. Гражданство менять нельзя. И Украина их рассматривает как граждан Украины. И мы должны и обязаны рассматривать как граждан Украины. Следующее. Можно вывозить в медицинских целях, но в том случае, если это действительно критичность угрозы жизни. Но мы посмотрели, проанализировали, какой финансовый ресурс тратится якобы на оздоровление. Там центы, там не то, что доллары, там центы в день. О каком оздоровлении может идти речь? Это следующая ложь, которая дает пропаганда. Детей возможно перемещать на территории оккупированной, но никто даже не попытался это сделать. Детей можно вывезти в нейтральное государство, но для этого нужно принципиально договоренность с нейтральным государством, с правительством той страны, которая подверглась агрессии, то бишь с Украиной. Украина никогда таких согласий не давала, никаких нейтральных статусов Беларусь и не может получить, потому что она является агрессором в этой войне, предоставив территорию. И теперь мы переходим к самой оценке правовой. Вывозят детей без согласия родителей. Им рассказывают, что Украина это не страна, что в этой стране нет легальной власти, что мы должны жить в одном государстве, то бишь там союзном или Российской империи. То есть идет лживая информация, их обрабатывают, то есть их пытаются поменять их восприятие жизни. Да, их может быть потом и вернут на территорию Украины, но какие это будут дети? Ведь именно ум ребенка, он наиболее подвержен влиянию. Если у вас забрали вашего ребенка, сидя в кафе, во-первых, и вы оборачиваетесь и нет вашего ребенка, это уже преступление, да? Даже если через две недели вам его вернули в то же кафе, но это уже преступление, поэтому здесь без дискуссий. Но вам вернули ребенка, которому сказали, что вы плохие родители, что вы ужасные люди, что вы самые худшие люди на земле. И что? И вы будете от этого счастливы? Вот я пытаюсь простым языком объяснить, что творит сегодня Лукашенко и Путин в этой истории. А Лукашенко прямо берет уже второй раз, он первый раз признался 27 июня, в день, когда мы передали материалы в ГАГу, что он это делал, и что тут особенно, он договорился с Путиным. Сейчас он прямо говорит, да, мы финансируем из союзного бюджета, да, я договорился, я это делал, делаю и буду делать. То есть фактически он признает систематический, масштабный характер незаконного перемещения украинских детей на территорию Беларуси. Что касательно дополнительных данных, мы видим, что, исходя этих заявлений, документов, которые у нас есть, таких детей уже может быть порядка трех тысяч вывезенных на территорию Беларуси. Мы недавно были в Киеве, информировали омбудсмена о том, что среди них уже нами установлено порядка 50 детей-сирот. Мы видим даже истории детей, это все вручную работу, то есть нужно находить каждого ребенка, опознавать, устанавливать данные, вывезли на усыновление на территорию России тех детей, которые находились на территории Беларуси. То есть это все дополняется. Все эти заявления, которые сделал Лукашенко в пятницу, мы уже передали в Генеральную прокуратуру Украины, потому что в Украине также идет национальное следствие на предмет совершения преступлений, связанных с незаконным вывозом детей. И мы готовим дополнительную коммуникацию в Международный уголовный суд к той, которую мы передали 27 июня, где все эти факты, в том числе и заявления Лукашенко, окажутся на столе прокурора, надеюсь, прокурора Хана, который уже будет принимать решение о возможности выдачи ордера на арест этого человека. Люди, которые совершают преступление, должны понимать, что наказание неотвратимо. Только так мы можем добиваться изменения ситуации. Только полная уголовная ответственность ими не только лишь, потому что мы видим за эти 10 лет, да и больше, за три десятка лет, пока эти двое у власти, что любая безнаказанность порождает дальнейшие вот такие вот действия с их стороны. Павел, я вас благодарю за эту работу, за всю вашу работу, за позицию и поддержку нашу, и за то, что вы время находите, чтобы все это разъяснять и расставлять акценты, и мир, и люди должны это слышать. Спасибо вам большое. До новых встреч. Слава Украине. Героям слава. Хай жива Беларусь без Лукашенко. Живи вечно. Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета, а также руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, был гостем моего эфира. С ним была я, Ирина Узлова. Спасибо, что смотрели, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Делайте свои выводы, пишите комментарии, берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим. Спасибо. Спасибо.